Добрый день! Я продолжаю свой рассказ об Австралии. Напомню, что в мае 1992 года мы с супругой посетили эту страну, провели там целый месяц, о чем я начал рассказывать в своей предыдущей первой беседе по австралийской тематике. Вот вторая беседа. Мы пробыли, как я уже рассказывал, в Сиднее буквально одни сутки, а затем на машине отправились с сотрудником Генерального конства России в Сиднее, в столицу Австралии, в Канберу. Едем по шоссе. Ну, я хочу описать это путешествие, как в Австралии путешествовать на машине. И хочу сразу рассказать обо всех наших поездках, потому что в течение месяца мы много ездили на автомобиле, в Канберу сначала, потом из Канберы в Мельбурн, из Мельбурна в Канберу. Потом, будучи в Канбере, неоднократно выезжали в соседние городки, некоторые довольно отдаленные от Канберы. За рулем были австралийцы, которые нас приглашали в разные места, то есть мы поездили по разным дорогам, разного уровня дорогам, разного качества и с разными водителями. Так что определенный опыт приобрели, в смысле познания о дорожном движении в Австралии. Ну, сразу отмечу, что дороги в Австралии прекрасны. И эта дорога из Сиднее в Канберу, из Канберы в Мельбурн и очень много других дорог высшего качества. Очень ровное покрытие, все в полном порядке, везде подсветка, везде масса указателей и везде зоны отдыха. Причем в этих зонах отдыха чего там только нет, там даже выкупаться можно. И стоят мангалы, рядом дрова. Вот мы познакомились с одной дамой, она венгерского происхождения, но сама выросла в Австралии, она настоящая австралийка. Вот родители приехали из Венгрии в свое время. И они первое время очень удивлялись, когда приезжают на такую зону отдыха, а там дрова лежат. Бесплатно бери и используй в своем мангале. Их это поразило. Со знаком плюс. А вот со знаком минус то, что в Австралии частный бизнес очень развит. В Венгрии в то время, это 50-е годы, еще не очень был развит. В советские времена он в основном даже запрещен был. Так вот, это их удивило со знаком минус то, что в Австралии процветает частный бизнес, а то, что дрова есть на зонах отдыха, это им очень понравилось. Здесь действительно прекрасные зоны отдыха, прекрасные дороги. И привелось нам поездить не только по таким международным шоссе, не только по городским улицам, но и по проселочным дорогам. Ездили маленькие такие вот населенные пункты, там только проселочные дороги без покрытия асфальтового. Но даже они в высшей степени ровные, по ним легко ездить. Единственное, там пыли многовато. В остальном совершенно не трясет никаких ухабов, никаких ям, прекрасные дороги. Я не знаю даже с какой еще страной сравнить с точки зрения вот такого качества, такое количество дорог. В США, например, можно по шоссе, так сказать, ехать и твою машину трясет. Я помню, когда мы работали в США, приехала такая высокая делегация из Советского Союза, это еще были 70-е годы прошлого столетия. Ну и везем ее с аэропорта, эту нашу делегацию, а машину трясет. Ну и глава делегации меня спрашивает, а я за рулем. Чуть так-то ведете, что все трясет. Я говорю, ну здесь дорога такая, немножко там небольшие, рытвины и так далее. Он говорит, я что-то не слышал, чтобы в США были такие дороги. Вот такие бывают, почему-то Калифорния не самый отсталый штат, а даже самый передовой. Вот в Австралии мы, конечно, так много не ездили по Австралии, как по США, но все, что мы видели и все, что слышали об австралийских дорогах, это только повторяется знаком плюс. Дорог очень много, они редко загружены. Почему? С одной стороны, австралийцы очень любят автомобили. 90% австралийцев пользуются только автомобилем. Где-то 7-8% пользуются общественным транспортом. Столько австралийцы любят свою машину и считают это главным средством для передвижения. Кстати, в Канберре, я потом буду говорить об этом, там вообще не увидишь идущих людей. Или на машине едут, или бегают, тренируются, укрепляют здоровье, но никак не идут. По количеству авто на душу населения Австралия занимает второе место в мире. Но австралийцев 25 миллионов, территория огромная и очень много дорог. На одного австралийца протяженность дороги больше, чем в Европе, в 4-6 раз, и больше, чем в Азии, в любой стране в 7-9 раз. Настолько вот обеспечен каждый австралиец дорогами. И, повторяю, очень высокого качества. Есть ограничения на скоростной режим, там не больше 110 километров. Даже по самым современным и самым незагруженным и прекрасно сделанным во всех отношениях шоссе. И полиция очень строгая. Взятки там никто из полицейских не берет. Действует в соответствии с законом. А закон весьма строгий. Значит, за большое превышение скорости можно не только лишиться прав. Или сразу у тебя могут отнять права, или начислить тебе штрафные баллы. Потом наберешь определенное количество штрафных баллов на протяжении определенного отрезка времени лишат прав. А могут даже в тюрьму посадить, если превышаешь скорость на большие величины. Если судья так решит, а такое бывало, человек садится в тюрьму. Вплоть до года может просидеть. Теперь, если за рулем пьяный или после выпивки, в высшей степени строгие наказания, вплоть до тюрьмы. И везде висят надписи, знаете, едьте по дороге, там, если ты выпил и сел за руль, ты идиот. Или не веди себя как петух на дорогах. Веди себя, значит, в соответствии с законом. Там масса всяких предупреждений, предложений, настояния со стороны властей. И люди, с одной стороны, соблюдают правила. Мы не раз слышали от наших дипломатов, что австралийцы очень хорошо водят. Нам, например, так не показалось. Но, может быть, мы недостаточно изучили все-таки эту обстановку в Австралии. Ну, по крайней мере, когда мы отъездили с австралийцами, нашими друзьями, они за рулем, они себя вели довольно нервозно. Иногда, значит, в адрес дорогих водителей отпускали всякие некрасивые фразы, реплики. И стремились вот побыстрее ехать и жаловались на то, что вот такие ограничения на скорость, а хотелось бы врезать как следует. Действительно, машины хорошие, в Австралии есть своя крупная фирма, Холден, гордится своими пикапами, вообще хорошими автомобилями. Вот автомобили быстрые, ездить могут на высоких скоростях, а ограничения в городе тем более, конечно. Но вот в городе проблема с парковкой, причем странности. Например, вот мы в Мельбурне поселились в гостинице, и в дворе своей собственной гостиницы не могли найти парковку. Нет места, и все. Пришлось искать в городе, где можно встать, и платить там довольно большие деньги за то, чтобы держать машину вне территории, принадлежащей этому отелю. В городах сложновато, да, с парковкой, конечно, там много машин, и бывают и пробочки. По крайней мере, тогда бывали, это 1992 год, не знаю, как сейчас, может быть, лучше стало, а может быть, и хуже. Но вот на дорогах вне городов ни разу не видели пробок, иногда просто пустые дороги. И при этом наши водители австралийцы, наши друзья, все время жаловались на то, что многовато машин. Вот мы едем, там его городок маленький, где он живет, что это такое, столько машин. А машин-то мало. Как повторяю, дорог очень много, они хорошие, в том числе даже проселочные. Может быть, от того, что дороги такие хорошие, а людям хочется каких-то приключений, каких-то ростных ощущений. В общем, в Австралии очень развиты всякие гонки в таких местах, где никаких дорог, собственно, нет. Там по грязи, по склонам гор, по озерам, по болотам. Такие устраивают гонки, и тот, кто выигрывает, чувствует себя большим чемпионом. Очень развиты у них такие еще поезда из грузовиков, когда один к другому вместе их соединяют, и они перевозят товары по территории Австралии. Австралия ведь очень большая по территории страна. Вот поговорим немножко об этой территории. Это действительно уникальный континент, он далеко находится от других континентов, и у него полностью уникальная природа. Он в собственном соку варился, не получая вкраплений из других районов, от других культур. Конечно, когда появились там европейцы, они многое завезли, но, тем не менее, в основе это остается то, что уникальное австралийское. Там масса всего, чего нигде больше нет на свете. Это, собственно, известен факт, что это, так сказать, необычный континент. Но начнем с того, что он очень засушливый. Самый засушливый континент, очень мало воды, очень мало крупных рек, не хватает воды. А зоны такие, значит, на севере Австралии, это эквитариальная зона, там такой неплохой климат. Ну, а дальше начинаются пустыни, полупустыни. Они занимают 70% территории Австралии. И вот одна пустыня тянется с западного берега Австралии, берега Индийского океана, вглубь, 2500 километров. Сплошная пустыня. И природа там, и пустыни, и полупустыни, да, и вот субэкваториальной зоне просто уникальная. Мы там не были, но видели десятки, сотни фотографий, фильмы документальные, смотрели, рассказы слушали австралийцев и наших дипломатов, и вообще российских граждан, которых мы там встречали. Такое все действительно уникальное, кому-то на Луну попало. Там, вплоть до того, что озера розового цвета, или совершенно необычные растения с серобрулим, серобрулимниновых оттенков. Есть и водопады, есть и круч, необычные, даже страшно на все это смотреть. Такое, так сказать, драматичное. Это вот там, что касается Юго-Востока, там, где мы, собственно, были, там, где основная цивилизация, основная часть населения Австралии проживает, там такой драматической природы мы не увидели. Там очень много всяких районов, заказников, национальных парков, там, где, так сказать, сохраняется природа. Там действительно есть интересная природа. Это местами, там, небольшие вкрапления такие, что действительно, опять же, как будто это на другую планету попало. Но в основном довольно скучный пейзаж. Вот когда едешь из Сидна и в Канберу, это в основном эколитты. Эвкалипты – это символ Австралии, они везде. Как я уже сказал, заслушливый климат, воды не хватает, а эвкалипты – это деревья, которые высасывают воду из самых больших глубин за счет своих корней. И вот район Сочи, дальше туда, в Абхазию, был осушен в свое время с помощью австралийских эвкалиптов. Там же были болота, там невозможно было жить. Когда россияне стали там селиться, русские стали селиться, значит, вот стала задача избавиться от болот, и вот с помощью эвкалиптов откачивалась вода из этих болот. И действительно, это успешно прошло. Так вот, эвкалипты повсюду, их десятки разных видов. Ну, пейзаж они создают такой, он необычный, но недраматический, к нему привыкаешь, и он немножко начинает надоедать. И вот когда едешь, повторяю, из Сидна и в Канберу, в основном эвкалипты, эвкалипты и кустарник. Ну, есть и горы, в том числе вот на юго-востоке, и там как раз самая высокая гора находится на более 2000 метров. А так это в основном плоскогорье, или вот просто равнины, пустыни на равнине. Но при этом много есть все-таки видов уникальных, кроме эвкалипта, деревьев, растений, там и бутылочное дерево, и баобабы, и все остальное. Мы лично что-то из этого видели, но, может быть, немногое. Цветы есть очень красивые, особенно в горных местностях, и рядом с озерами, реками, которые мы тоже проезжали на протяжении месяца путешествия по юго-востоку Австралии. Есть там и очень красивые цветы, дикие цветы, и, естественно, цветы, которые выращиваются людьми. Ну и Австралия, конечно, в высшей степени богата полезным ископаемым. В 19 веке там нашли золото, и Австралия начала богатеть за счет этого золота. В Австралии есть полиметаллы, есть цветные металлы, любые называйте, все там есть. Железная руда, каменный уголь, нефть нашли, газ нашли. И все это в большей степени разрабатывается так, что это вот австралийское национальное богатство, все эти полезные ископаемые. Ну и, конечно, уникальный животный мир. Это действительно то, о чем стоит поговорить. Прежде всего, к кенгуру. Мы все знаем, что кенгуру – это еще один символ Австралии. Среди деревьев, калипт, среди животных – кенгуру. Они повсюду, эти кенгуру, где мы только их не видели. Во всех этих парках, во всех этих национальных заказниках. И они на дорогах, и везде вот едешь, висят надписи, значит, осторожно, кенгуру. Если столкнешься с кенгуру, то если он большой, а бывает рост метр восемьдесят один, но они метр сорок, там могут быть огромнейшие кенгуру, их много разных видов, выбегают на дорогу, на фары, особенно по вечерам, и сталкиваются с машинами, погибают и те, кто за рулем, и сами кенгуру. Если наехал на кенгуру и нанес ему вред, то платишь огромный за это штраф, но в то же время можешь лишиться жизни. И вот там все машины снабжены такими железными дугами, называется ру-бар, ру от кенгуру, значит, вот специальное такое приспособление, чтобы отталкивать кенгуру. Кенгуру славятся тем, что они очень глупые животные, и вот говорят, мало чего, соображают, вот с вами лезут на эти машины, все это происходит. Мы не раз, значит, видели, как кенгуру перебегают дорогу, но, слава богу, мы на них, конечно, не наезжали. А вот был у нас такой эпизод, когда мы, о чем я буду позднее рассказывать, мы совершили поездку из Канберы в Мельбург, и по дороге остановились в такой лесок, около небольшой речушки, тоже зону отдыха вроде, мы расположились там, стали обедать, мы, моя супруга, я и наш приятель из посольства, Николай Николаевич. Так вот, мы едим, темнеет, там какой-то пересмешник кричит, так будто же женский голос, это птица, небо необычное, там южное небо, совершенно по-другому звезды, расположенные, оно очень яркое, это небо, прям как будто ты там вверху находишься. И вдруг смотрим, кенгуру нас окружает, целая толпа подошли к нашему столу, и вокруг стали, некоторые, повторяю, почти с меня ростом, стоят и внимательно на нас смотрят. Ну, думаем, сейчас придется или драться, или убегать, а куда убежишь, если мы в окружении. Ну, нет, они постояли, потом, значит, разошлись, в общем, не тонули нас. Они, конечно, не такие агрессивные, если их не трогать, вообще любое животное, если ты на него не нападаешь, как объясняли нам в Австралии, оно на тебя не нападет, но надо знать, как себя вести, потому что некоторые твои движения, ты вроде не нападаешь, а животному кажется, что собираешься напасть. Вот с этим надо быть очень осторожным. Так вот, с кенгуру была такая у нас ситуация. Кормить их нельзя, но везде их там вкормят, в этих, так сказать, парках, где они обитают в большом количестве, ну, и мы, Гришвили, тем же самым. Следующее животное, очень популярное в Австралии и тоже совершенно необычное для всех нас, это коала. Их называют такими древесными медведями, но это, конечно, не медведи, ничего общего с медведями не имеют. Очень симпатичные животные и очень необычные. Они живут на эвкалиптах, и только эвкалиптом питаются, и корой, и листьями, там очень много ядовитых веществ, вот в этих эвкалиптах. И любое другое существо, если полакомится тем, чем лакомятся коалы, то тут же умрет, или, по крайней мере, тяжело заболеет от этих ядов. А коалы привыкли, они спокойно это все поглощают, это для них очень питательно. И отличаются они тем, что они очень малоподвижны. По 16-18 часов они сидят на одном месте, в основном спят. Уж днями точно спят. По ночам начинают лазить там, искать пищу. И на деревьях чувствуют себя очень вольготно и очень проворно передвигаются. Если есть какая-то опасность, то они там прыгают вообще с ветки на ветки, хотя врагов у них особых нет, тем не менее, вот они умеют все это, так сказать, изображать на ветках. А когда спускаются на землю, там становится беспомощно, они особенно не спускаются, и особенно не любят двигаться. Вот сидят на одном месте, друг с другом очень мало общаются, только в период, когда вот, надо детей начинает рожать, тогда они, значит, начинают друг другом общаться. А так одна сидит там где-то на ветке и никуда не движется. И вот когда мы приходили в такой национальный парк, как очередной, и там всегда у входа написано, на таком-то дереве можете увидеть коалу. Сотрудник парка написал, там в 9 утра, может спокойно в 12 утра прийти, и на том же самом месте будет сидеть коала. Вот он в 9 часов засек коалу в этом месте. Она так и сидит там в 12 часов, в 2 часа, в 3 часа. Поэтому один раз в день вот они сообщают, где сидит коала, и там коала, там ее так сразу и найдешь. Очень симпатичные животные. С отролитцами стали возникать проблемы с нашими коллегами в том смысле, что просишь их чего-то, они как-то так это все спокойно, внешне лениво все это выполняют, вроде забывают о твоей просьбе, надо напоминать, они так не спорят, не собираются ссориться, но особенно вроде ничего не делают. Но я все об этом поговорю, это может быть, так сказать, преувеличение, но тем не менее, вот вначале у нас такое впечатление уж точно сложилось, и мы стали их, местных товарищей, прозвать коалами. Но, повторяю, животные очень приятные. Теперь следующее животное, тоже необычное, чисто австралийское, бомбаты. Они похожи на маленьких медвежат или на кротов, что ли, очень больших, хомяков. Вот они родственные. Куали не совсем похожи, но что-то общее есть, но главное, что ученые говорят, что они родственные. Так вот, копанием занимаются, они под землей выкапывают себе всякие норы, живут в этих норах, умеют эти норы оборонять. Кстати, и коалы, кроме как эвкалиптом, ничем не питаются, и эти травоядные, бомбаты. Но, и они очень ласковые, они, вот если их, к ним хорошо относиться, их можно приручить, держать дома, но люди на них очень жалуются. Почти все австралийцы, с кем мы общались, все жалуются на бомбата, потому что они, особенно если ты в загородном доме живешь, они очень любят все подкапывать. И забор подкопают, и дом подкопают, и везде лазят по чердакам, и так далее. В общем, создают, так сказать, неудобства людям. Но, тем не менее, некоторые из них становятся типа домашних животных. Масса других, конечно, там животных, но мы уже с ними меньше сталкивались, только больше слышали о всяких ехиднах, там есть, кого там только нет. Птицы, с которыми, начну с тех, с которыми мы сталкивались, они тоже очень интересны. Вот эмо, огромная птица, самая большая, из австралийских птиц, она летать не умеет, ходит по земле, наглая, невероятно. Вот каждый раз, когда мы останавливались на пикник, обязательно появлялась одна или две эмо, спокойно подходили к нашему столу и пытались съесть все, что там есть. И попробую их отогнать, очень недовольны, когда им мешают есть твою еду. И такие злобные, такие, знаете, прямо готовы кинуться. Вот такие эмо везде, значит, разгуливают. Ну, попугаи, это, конечно, начинается как аду белых на каждом шагу, на каждом дереве, во всех австралийских городах. Их сотни видов, некоторые повторяют все, что ты говоришь, сходу, может быть, ничего не соображают, но повторяют блестяще за тобой. И вроде в попад. И создают такой прекрасный колорит австралийским городам, когда идешь, и там на деревьях сидят белые попугаи. Для нас попугаи это такая экзотика, там на каждом шагу. Кроме всего этого есть масса змей, особенно много ядовитых змей. Есть змеи, которые имеют смертельный яд и ничего не поможет. Есть крокодилы, их полно. И масса всяких тарантулов, всяких жуков. И вот едешь по Австралии на машине и знаки висят, что ты проезжаешь зону, где полно крокодилов или полно там этих тарантулов, полно каких-то там кузнечиков. Буквально на каждом шагу. И многие из этих вот существ, они, повторяю, уникальны для Австралии. Ну, а в море там, я уже об этом говорил, мы видели в Сиднее на берегу на пляже Бонди и акулы, и киты, и пингвины, и дельфины. Медузы там водятся в воде, которые жгут так, что неизлечимые наносят раны, человек тут же умирает от этих медуз. Другие уникальные виды рыбы и морских животных. И особенно богатая вот эта жизнь на этом великом рифе Коралловом, о котором я уже сказал, на самом большом мире, который на 2000 километров тянется вдоль Тасманского моря. Действительно уникальное место в Австралии, уникальное явление этот большой барьерный риф, самый большой риф в мире, 2000 километров идет вдоль берега. Когда летишь на самолете, а мы летели из Сиднея потом возвращаются на север, в другие страны мы из Австралии летели в Сингапур, так вот пролетаешь эту зону, это представляет 2000 километров и вот совершенно необыкновенные краски океан покрыт нереальное что-то такое фиолетовое, розовое, синее, зеленое и там бурно идет жизнь каких-то только нет животных, каких растений и говорят такой концентрации этой жизни природы нигде нет на земле такой, как на этом коралловом рифе. Так, в целом, я просто хотел немножко рассказать о том, как эта Австралия выглядит для путешественника. Конечно, далеко не все мы видели, с удовольствием бы еще посмотрели, ну и то, что видели, немало видели. Я еще буду возвращаться к различным явлениям природы, к нашим столкновениям с животными и флорой, и фауной Австралии, а сейчас вот такой общий рассказ и я ставлю точку. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо ! ! ! Игорь Негода ! ! !